Вся современная электроника основана на кристаллическом кремнии. Она очень высокопроизводительна, эффективна. Есть ли недостатки у кремния в электронике? Есть. Они следующие. Кремний хрупкий, и из-за этого устройства, основанные на кремнии, не обладают гибкостью. Кроме того, те экраны, которые мы используем, они все на стекле. Это тоже хрупкость. И если мы роняем экран смартфона, он часто бьется. У такой традиционной электроники, к которой мы привыкли, нет такого свойства, как гибкость. Кроме того, у него довольно большой вес, который связан просто с тем, что плотность кремния довольно высока. Ну и, собственно говоря, и стекла тоже, если мы говорим об экранах. Кроме того, устройства на основе кремния, поскольку кремния не прозрачные, они не являются прозрачными. Нам хотелось иметь устройство, например, прозрачный экран или какое-то другое устройство. Поэтому хотелось бы, чтобы электроника была гибкой, чтобы мы могли, если экран у нас упал, не разбился, чтобы мы его могли согнуть, свернуть, как рулон бумаги. И в идеале должно выглядеть, как бумага. То есть у нас есть компьютер будущего. Это, наверное, лист бумаги, который мы можем свернуть, сложить. Мы его развернули. На нем появляются там картинки, фильмы, изображения или мы что-то там общаемся. Мы его используем как компьютер. Вот. Значит, ну что сейчас есть реально? Реально у нас есть экраны, которые бьются, но и только-только появился сейчас на рынке смартфон, который можно сложить как в два раза. Вот. То есть это первый шаг к новому поколению электроники. Значит, еще одно свойство, которым не обладает традиционной электроника, это растяжимость. То есть мы представим себе, что оно не только гибкое устройство, но и растяжимое. Тогда оно может быть интегрировано в одежду или с кожей человека. Это может быть устройство, которое дружественно человеческому телу. Оно может быть служить основой датчиков, сенсоров и используется для диагностики состояния человека. Ну и наконец, гибкая электроника, она может быть очень тонкой, она может быть очень легкой. Можно себе представить обои будущего, что это тоже такие экраны, которые меняются. Окраска их, ну, меняется рисунок, в зависимости от того, что мы хотим. Как будто это экран телевизора, но это стены. А потолок — это тоже экран, который меняет, он подает картинку такую, которую мы захотим. Вот. Ну, этого всего пока нет. Свойственные параметры должна обладать гибкой электроникой. Она отличается от традиционной негибкой. То есть это тонкие экраны, которые, может быть, полупрозрачные. Еще, если мы говорим о экранах больших форматов, они тоже должны быть дешевые, если это обои, например. Например, это электроника, которую можно свернуть в рулон, вот как на этой ручке. Мы растягиваем, вот. Но только тут эта бумажка, а так вот это могло быть компьютером. Значит, при этом такая электроника должна быть дешевая. Почему? Поскольку стоимость кремниевого чипа, она так или иначе минимальная стоимость около одного доллара. Вот. А если мы хотим иметь такую электронику, которую мы можем использовать в качестве интеллектуальных этикеток для маркировок продуктов, описания товаров, продуктов питания, лекарств, то такая маркировка, это интеллектуальная этикетка можно назвать. Например, на пакете молока у нас есть этикетка, которая нам все расскажет о состоянии пакета молока. Когда молоко было произведено, при какой температуре его хранили, сколько ему еще надо, ну каков срок годности и так далее. Это устройство, оно может быть компьютером, то есть там есть источник энергии в виде солнечной батареи, значит, есть передающие устройства. Ну вот и все это, в принципе, может быть выполнено на такой электронике гибкой и дешевой. Теперь о каких же устройствах может идти речь о конкретных устройствах? Гибкой электроники. Ну это прежде всего экраны, смартфонов, планшетов, далее обои и другие различные экраны. Сейчас что мы видим, это как бы лучшее достижение экранов, это экран, который может быть согнутый. Ну вот один раз при производстве его согнули, все, разогнуть его нельзя. Еще примеры, например, сканеры отпечатков пальцев. То есть, наверное, многие из вас представляют эту процедуру, нужно приложить палец к этому сканеру. Значит, если бы этот сканер был гибкий, он был намного более точный и эффективный, меньше, гораздо ошибался и быстрее работал. Также это различные интеллектуальные этикетки или маркировка, которым может быть отмечено все, это разные товары, продукты и так далее. Эти этикетки с собой представляют миниатюрный компьютер, который выполнен по таким технологиям, которые совместимы с гибкой подложкой. Также это могут быть гибкие датчики для, допустим, рентгеновских исследований, потому что очень часто в рентгеновских исследованиях мы видим снимок, и если бы этот снимок, его точность и качество было бы выше, если бы сенсор, который используется, там был бы гибкий, например, он облегал руку или еще какую-то часть тела, то есть разрешение такого снимка было бы намного выше. Следующее устройство, которые дружественны к человеческому телу, которые интересны для применения в медицине, то есть датчики пульса, влажности, давления, электрокардиограмма, уровень сахара в крови для людей, которые страдают болезнями. Например, эпилепсия. Нужно выдать сигнал, что у человека будет приступ эпилепсии. Для этого нужно мониторить, четко следить за состоянием его кровяного давления, еще каких-то параметров, и если этот датчик выдает вовремя сигнал, то жизнь человека такого облегчится. Далее развитие такой электроники, устройства — это интеллектуальные протезы нового поколения, которые сочетают материалы, которые ближе всего по механическим и другим параметрам человеческому телу и управляются гибкими электронными устройствами. Гибкая электроника сейчас находится в самом начале своего развития. Есть только демонстрации реальных устройств, их практически нет, но все ждут с нетерпением, вот-вот они появятся. Так в чем же основные проблемы, чтобы перейти к такой гибкой электронике? Основные проблемы — это новые материалы. То есть материалы, в отличие от традиционного кремня, который замечательный полупроводниковый материал, на котором построена вся современная электроника, должны быть какие-то материалы, которые могут в чем-то конкурировать с кремнием. Это гибкие полупроводники. Один из вариантов таких гибких полупроводников — это органические полупроводники, которые основаны на органических материалах. Ну, например, на полимерах. Мы знаем, что полимеры в двадцатом веке преобразовали во многом наши технологии. И поскольку полимеры позволили иметь материалы, новые материалы, искусственно созданные во многом, которые обладают гибкостью, легкие, прочные. Из них можно формировать все самые различные структуры и дешевые при этом. Но такие полимеры, к которым мы все привыкли, они не обладают полупроводниковыми свойствами. И вот органические полупроводники, они сочетают свойства гибкости с полупроводниковыми свойствами, а именно они являются полупроводниками, как говорят. То есть они обладают свойствами проводить электрический ток, при этом они могут также излучать свет в видимом диапазоне и поглощать свет в видимом диапазоне, что важно. И поэтому фокус исследований прежде всего направлен на разработку таких органических полупроводниковых материалов. Пока их параметры еще далеки от тех параметров, которые имеют традиционный кремний, но уже они могут с ними конкурировать. Например, в экранах используется аморфный кремний, и основная характеристика аморфного... Одна из основных характеристик полупроводника — это подвижность зарядов в нем, то есть способность, как электрический заряд передвигается в материале под действием приложенного электрического поля. Так вот, в органических полупроводниках уже в современных вот этот параметр подвижности носителей заряда уже превосходит тот, который используется, аморфный кремний, который используется в экранах различных устройств. Это аморфный кремний, так называемый. Тот кремний, на котором островлены современные процессоры — это кристаллический кремний, и его подвижности на порядке величин выше те, которые достижимы в органике. Но тем не менее, сочетание гибкости и умеренных таких подвижностей носителей заряда позволяет создавать новый класс таких устройств, которые обладали гибкостью и в то же время могли выполнять различные функции. Вот. И задача, помимо новых материалов, если мы создали эти материалы, их надо постепенно интегрировать в те существующие технологии. И сейчас речь идет о, если есть такие материалы, то попытаться их интегрировать в те технологии, которые уже сейчас есть в микроэлектронике. То есть процессы фотолитографии, которые используются для производства интегральных микросхем, то есть использовать всю ту технологию, которая есть в производстве интегральных микросхем, но заменить там основной материал кремний на материал, который органический, который может быть получен, что важное, без использования очень высоких температур вакуума, может быть нанесен и получен растворными методами. Устройства на органических полупроводниках, они еще пока, ну и будут еще, конечно же, они уступают устройствам на традиционном кристаллическом кремнии, но они обладают, будут обладать и обладают, по крайней мере, их опытные образцы, демонстрации, гибкостью, прозрачностью, ударопрочностью, растяжимостью. Еще один из недостатков органических полупроводников, который сдерживает развитие этой области, это достаточно относительно их низкая стабильность. Ну, скажем, мы привыкли, что электроника, ну, по крайней мере, процессор на кремнии, это очень вещь долговечная, то есть она может служить многие-многие годы, когда все остальное в компьютере приходит в негодность, там, блок питания, допустим, то с процессором практически ничего не происходит, то есть отказывает службам очень долго. Ну, вот органические материалы, они не очень хорошо работают под высокими нагрузками, под током, под светом, и потом одна из проблем, это стабильность и долговечность. Вот, и есть различные способы ее решать, ну, такие способы, может быть, они несколько такие механистические, что ли, это защитить эту пленку органического полупроводника от воздействия воды и кислорода каким-то защитным покрытием. Вот, ну, например, ну, в кремниевой электронике у кремния есть естественный защитник оксид к кремнию, который защищает от разрушения кремнию. Ну, в случае органических полупроводников попытаются использовать такие защитные слои, чтобы повысить долговечность. Но еще более путь интересный, но сложный, это разрабатывать такие материалы, которые, в принципе, долговечны и хорошо себя чувствуют в условиях окружающей среды. Вот, а прежде всего разрушают их комбинации следующих факторов — это вода, пары воды, кислород и свет.